И со мной два... Я даже не знаю, как назвать гостя. Демоны. Демоны. Два гостя, просто лучше два гостя. Гости, гости. Вы же ведущие. Вы же хозяева. Со мной два хозяева. Добрый вечер нашим зрителям в эфире программы «Доживем до понедельника» в студии на 9-м канале. Евгений Гендин, Григорий Гельфер и меня зовут Елена Кальянова. Я сегодня опять вместе с вами. Добрый вечер. Да это мы с тобой, на самом деле. Ну, вы со мной, да. Так 18.29, а почему не 18.30? Мы уже в эфире. Кто-то ждет обезжирения, мы в эфире. Давайте уже начнем мы сегодня обсуждать. Мы уже дожили до очередного понедельника. В новой истории этой программы уже второго понедельника. Поэтому я говорю очередной. И готовы с вами обсудить события прошлой недели. На наш взгляд, жизнь Днепропетровски была бурной, события очень противоречивые. И моих коллег это очень волнует. Бурной и мутной. Всех волнует. Когда бурная, всегда же еще и мутя много. Кстати, я хочу телезрителям сказать. Во-первых, я все равно удивлен. 18.29. Меня только радует, что значит у нас на минуту больше будет программа. В мою пользу. Лично я напоминаю телеведущие, тележурналист Кальянова и люди, с которых взятки гладкие. Это просто обыватели, жители города. А я тоже обыватель в этой программе. Гильфер и Гильфер, да. Все мои обыватели. Взятки гладкие, кофточка мне сегодня. Да, прекрасно. Значит, я напоминаю, что у нас есть страница в Фейсбуке, куда вы и в течение недели, и во время прямого эфира. А эфир у нас прямой. Сейчас 18 часов, подчеркиваю, 29 минут. Было уже было. Вы можете задавать вопросы. Кстати, уже вот написал, есть вопрос от Сергея Падалкина 8 минут назад. Странно. Задать его, да? Здравствуйте. Серьезный вопрос. Интересует мнение участников программы относительно завтрашнего боя парламент Яценюк. Будет ли это цирк или фэрплей? Ваши ставки. Прогнозы. Поведение клоунов. Я не знаю, как поведут себя собачки, звери, клоуны. Но там же большинство клоуны, поэтому их поведение не безвязано. Я не знаю. Может быть, будут бить 11-метровые где-то там уже. В цирке? Ну, почему? Это жестокий. Я думаю, что Яценюк останется как минимум в памяти. Не знаю, как в парламенте. Ну, как минимум на неделю он еще останется. Ну, при памяти. Они всю прошлую неделю шантажировали всех тем, что не дадут нам денег, если мы их отправим. Короче, мы вам следующий понедельник расскажем, что было и осталось. И осталось ли Яценюк при своих или при чужих. Поехали. Я думаю, что битвы не будет. Давайте уже к городским событиям спустимся. Спустимся даже под землю, я предлагаю. Под землю, да. Но главное... Underground. Граунд. Главная тема, которая бурлила последнюю неделю, это вот вопросы метро. Днепропетровского метро. Кто знает, у нас, пока мы держим рекорд... Для владельца МАФа, я думаю, другая была тема. По самому короткому метро в мире мы, наверное, где-то там лидируем. Но вот Дмитрий Погребов, он сказал, что есть, хотя и деньги под гарантией правительства, но все равно метро нерентабельно. То есть, хотя нам дают 5 миллиардов, надо еще 2,5 миллиарда из городского бюджета. И, в общем, это такие деньги, за которые можно провести нормальную транспортную реформу, и все будет как в Германии. Он не сказал это как вердикт. Я просто его цитирую, там никакого вердикта нет. Просто Дмитрий Вадимович Погребов сказал, что, на его взгляд, это, ну, как бы не очень целесообразно. Но поскольку у нас город такой, ну, еще с советских времен, что мы не привыкли, что... В Москве сказали, что метро делать. Сказали сделать, да, мы привыкли обсуждать. А тут что-то, и сразу, ну, все вскипело. Хотя, мне кажется, что наличие метро в городе, оно бы могло решить вопрос с названием. Там, например, Днепрометровск или метроднепровск. Ну, вот город на Днепре. Город на метре. Да, город на метре. Это было бы хорошо. Я предлагаю метро Недостроевск. Да. Вот. И, честно говоря, тема, ну, так взволновала. Я, честно говоря, вот даже написал там, ну, беря пример с Гендино. Рифма родилась рифма. Да, спорят с жителями Днепра о строительстве метра. Джип с водилой дали бы мне, без метро бы я смог вполне. Блин, что ж ты не придумал, это же частушка была бы. Нет, да, это частушка. Но я, между прочим, когда опубликовал там это в Фейсбуке, имел такую неосторожность, мне начали писать. Нет, начали писать. А ты попробуй в час пик, значит, вот это самое, ну, как бы с этого перекрестка до этого доедь. И я тогда поменял. Джип с мигалкой дали бы мне. Вот тогда бы я точно мог вполне. Я раз пошел о песнях, я вспомнил песню. Кстати, шикарная была песня, она мне очень нравится. Помнишь? Мы как птицы садимся на разные ветки и засыпаем в метро. В нашем случае можно мы на разные ветки и засыпаем в метро. Да. Или заливаем. Ну, заливаем, ну, заливаем. Ну, я, честно, хочу сказать, что тема-то серьезная, мы так шутим-шутим. Просто, ну, вот мне кажется, что она ушла на откуп, ну, там, скажем, несколько легковесным журналистам, а порой заангажированным. И активистам. Ну, такой хороший информационный код. Сейчас это уже стирается грань. В неделю об этом все писали, говорили. Ну, если говорить честно, ну, вот как бы в нормальных городах... Как еще в нашей передаче можно говорить. Ну, Женя, сейчас ты покажешь. Ну, я просто считаю, что в нормальных городах, по-видимому, ну, с обществом надо говорить. Метро не засыпает. Ну, или не строят. Ну, надо говорить нормально, надо привлекать экспертное сообщество, надо проводить референдум, может быть. Ну, кстати, вот против специалисты говорят, что это очень опасно. Как меня типа это слово референдум, Гарик, если ты знал. А что, вот я тебе скажу, Гамбург, вот тоже там не самый последний город, там есть метро. Вот они собирались решать, будут Олимпийские игры, не будут. Провели референдум, вышел мэр и говорит, мы с нашим Гамбургским горсоветом очень рассчитывали, что Олимпийские игры будут. А город решил, что дорого. Гамбург это Европа, и он заплатил, как и Европа, двумястами, тремястами годами крови и пути к этой демократии. Женя, у нас с тобой, тем более с Леной, у нас нет времени. Я, видимо, не могу привыкнуть к вот этим росткам еще такой новой, зарождающейся нашей демократии. И вот такая противоречивая оценка у жителей нашего города всех событий, которые происходят, особенно вот по отношению к МАФам, да и к метро, собственно, тоже. Кстати, вот наше, да, болевая совершенно тема, там многие спрашивают, у меня, на самом деле, признаюсь, и зачем я сейчас вот здесь нет ни МАФов, ни позиции по МАФам, вот четкой такой вот, чтобы я понимал. Ну как это нет позиции? Ты за то, чтобы сносили ларьки, которые уродуют? Ну как, я же не вот это экспертное сообщество, вот эти коммерчески активные активисты и так далее. Ну хорошо, ты обыватель, ты ходишь по МАФам, ты же пользуешься. Я обыватель, мне МАФы не нравятся. Но ты пользуешься? Я не пользуюсь МАФами, я практически МАФами не пользуюсь. Хлеб не покупаешь? Ну я не рискну сказать, в этой ситуации, действительно, это палка о двух концах. Вы же видите по реакции людей, с одной стороны, поддерживают, долой мафию, не будем, хватит пить паленой водки. Действительно, вид этот меня угнетает. Когда особенно на массивы попадают в центры, вид меня очень угнетает. Но наоборот же, какие аргументы тем, вот новая мафия с корочками, передел рынка, рынка перестанете кошмарить людей, предпринимателей, сначала предоставьте рабочие места, нормальные правила игры и так далее, а потом сносите, и везде есть куча, все в долях, в долях правды находятся. Но ведь так не бывает, чтобы всех устраивало, не бывает ведь так. Если у меня, например, по названию города, о чем мы можем поговорить, есть моя позиция, конечно, я считаю, что нужно менять. Здесь оно очень сложно. Вот Руслан Мороз, глава новой КП Благоустрий, я его еще со времен Майдана, для меня это, безусловно, порядочный человек, который не из этой мутной какой-то среды, я человеку доверяю. Вот он в Фейсбуке достаточно болевую штуку написал. Он пишет, если сократить число киосков в городе вдвое, то оборот каждого киоска вырастет тоже вдвое, ну, как минимум полтора раза. Зарплата у продавца киоска вырастет. У того, который останется. У хозяина, да. У того, который останется. Появится возможность выделить средства на уборку и так далее. Что произойдет с уволенными людьми? Я очень искренне надеюсь, что они перестанут прозябать внутри этих унылых коробок и начнут что-то производить. Не производя ничего, мы никогда не поднимем уровень благосостояния. Вот он говорит, этот Мороз, сейчас, секундочку, что за прошедший год я искал токаря один раз, два раза рабочих для подсобных работ, один раз маляра штукатуры, один раз сантехника, электрика. Что вышло в итоге? Только один раз нашлись подсобные рабочие. Все остальное пришлось делать самому или не делать. То есть, если мы не начнем работать, можно паковать чемоданы и переезжать на ПМЖ. На самом деле, это не так, что это неправильно. Городская власть таки думает. Во всяком случае, говорят о том, что думают, куда люди пойдут работать. Пусть лучше они думают, что говорят. Санжар у нас в эфире говорил о том, что будут построены какой-то единой формы, такие помещения торговые. Баффы, большие архитектурные формы. Возможно, город их будет сдавать в аренду. На этой теме есть сочетание простых людей. Я не люблю этот мем, простые люди, но тем не менее, это единственная работа. А с другой стороны, реально, это бизнес совершенно мутный. В том числе и ментовский, и судейский. И так далее. То есть, это действительно осиное гнездо. И, мне кажется, ребят, ребенки вместе с этой водой, к сожалению, выплескиваются. А останавливаться нельзя. На самом деле, мы лихо это обсудили. Особенно с этими инструкциями, да? Типа, я не местный, я тут не работаю. Там не открывайся и звоните нам. А можно на фотографии вот этой инструкции? Мы не будем, я не буду долго читать. Да, это в ларьках. Что говорить этим бедным женщинам? Да, скажите, вот такая была, были найдены такие инструкции. И каким богатым мужчинам звонить? Да, да, кому звонить? Идите, там в конце написано, если старайтесь закрыть окно. Главное, все видно. Да, говорите, я сижу вместо сестры. Запишите, может, кто-то не получил такой инструмент. Возможно, сейчас все увидите. Я сижу вместо сестры, я закрыта снаружи, замок поломан. Кто хозяева, где документы, не знаю, ставьте координаты, вам позвонят. Если не дают, закрывайте окно, там написано в инструкциях, идите вглубь ларька и звоните нам. А если ларек не глубокий? Все равно идите в... Да, философский вопрос, Галя, если ларек не глубокий. Ну тогда вниз, в метро. В метро, копайте в метро. Мы все равно будем смеяться, пусть горьковатый у нас смех, когда глубокие люди будут сидеть в глубоких киосках. Я думаю, что вот я бы предложила послушать мнение наших зрителей, если вот возникнет желание позвонить к нам на программу до конца эфира. Нужно успеем сами ничего сказать. 70, 31, 01. Не бойся, возможно, какой-то интересный... Пишут ли люди? Пишут, пишут. Вопрос Гельферу пишут, но потом задам. Гельферу, да, не хочешь озвучить. Вопрос Гельферу. Владимир Самойленко пишет в Росгригою Гельферу. Я частенько, будучи в Днепропетровске, подъезжаю к торговому центру материк, что на кольце Диита. И там, несмотря на лопающую незаконность всего действия, некие парковщики в униформе берут с водителей автомобилей деньги за парковку 5 гривен часа. Не знаю, почему Гельферу. Планируется ли какая-либо борьба с этим пагубным явлением вообще, доколе? Я думаю, мы закроем этот материк и все. Это потому, что Гельфера штрафовали. Но почему бы не снести все мафы чисто в интересах крупных торговых сетей, есть же такая версия, тот Самойленко пишет, и убить напрочь весь малый бизнес. Да, благораживать мафы надо, но не следует забывать о том, вот тебе и звонки, что именно малый и средний бизнес в цивилизованных странах является основой экономики. Если, конечно, мы хотим, чтобы наша экономика... Назвать вот это вот малым или средним бизнесом, это как бы... Правила игры нужны. Правила игры, безусловно. Потому что сейчас, конечно, на этом будут спекулировать, безусловно. И уже? Да, да. Уже говорят о том, что не стеркнули. Разрушители паренщиков, вандалы и так далее. То есть люди, которые взамен предложить как бы только старые правила, и мутные могут, сейчас критикуют вот эти новые бесшабашные и отчасти безбашенные действия. Вот, кстати, про название, да, поскольку мы говорили о возможных названиях, связанных с метро, вот очень такая свежая новость. Комитет по вопросам местного самовредования в Верховной Раде сегодня поддержал переименование Днепропетровска в Днепр. Так что, возможно, на этой неделе депутаты проголосуют, и в следующей программе мы уже с вами будем работать в новом, в городе с новым названием. Не в Днепропетровске, а в Днепре. Местная власть, раз в этом вопросе пытается между капелек, тогда пусть, ну что, тогда за нас дядя нас назовут. Я думаю, что Верховная Рада у нас так устроена, что вот это что-то... Ну, завтра более важный вопрос, но у нас же всегда вот самые важные поднимают первую, в кавычках, самые важные, я имею в виду. Правильно? И у нас много очень изменений, у нас есть уже новые лица в составе городской власти, правда? Да, в отличие от Кривого Рога. Новые старые. А в Кривом Роге очень интересная кандидатура на должность. Мы, я раскрою маленький, коротко перед программой обсуждаем, ну что же нас волнует, мы использовали голову, Гельфер говорил, меня интересует такое-то. Я говорю, меня волнует такое-то. Не расскажи, не засвечивай. А Кальянов говорит, а меня бесит это, меня бесит это, что бесит? Ну-ка, Семенченко мэр, ну смотрите, ну это же такое, ну еще, я имею в виду кандидатуру. Да там Шилова пошла уже, то что? Ну что, ну значит, вот Самопомич решила помочь не только себе, а и товарищу. Это договорняк с Вилкулом, абсолютный такой, и народ в шоке, все, как это так, и все проголосуют за Вилкулом. Да еще там пойдет Николай Колесник, достаточно там, ну, ну, в общем, короче говоря, весь пар вышел в свисток. Посмотрим, давайте, посмотрим, поживем и делаем. Но мы-то не будем голосовать в Кривом Роге. У нас, Днепропетровск, слава богу, Кривым Рогом не стал, хотя опять сейчас есть поползновение к тому, что он станет Кривым Рогом, но мы, и опять нам придется собраться и не дать Днепропетровску стать Кривым Рогом. О болезненном расскажу, о том, чем много спрашивают. А типа это было приятно. Да, мы еще недостаточно на программе знакомы, поэтому я не до конца знаю, что тебе болезненно, а что тебе приятно. Я же сказала, что не надо. Мы наберемся опыта. Епифанцева, да? Не жена. У жена. Болезнь. Сегодня Борис Филатов уже официально представил Епифанцеву не к награде, пока что еще, но он все время оперировал термином омбудсмен, омбудсвумен, омбудследи. На самом деле эта должность называется замисполняющей обязанности, там же все ИО, замисполняющей обязанности мэра по взаимодействию городского головы с исполнительными органами и так далее. Очень много действительно вопросов, особенно у тех, кто на Майдане был и там прочее. Когда меня человека как бы не на службе и не на зарплате нормально спрашивают, а не хватает за соски, это слово цензурное, его можно прямо в эфире говорить. А почему? А кто возражает? Согласно пункту седьмого отделения. Тебя никто не хватает за язык. И не требует ответа, а ответа, когда у меня есть время, какие-то ответы, я отвечаю. До чего нет времени. Хотя все, да. Давайте просто вспомним тогда вот эти условия, в которых действительно это достаточно стремное, пахучее, но отчасти политически драйвовое решение, хотя оно очень не нравится всем, в том числе и мне, значит, принимал. Парализованный горсовет, он до сих пор парализован, хотя есть шаткое вот это большинство, которое может при дуновении ветра туда переметнуться. Отсутствие большинства. Совершенно невнятные фракции. Первая посыпалась БПП, значит, первый перебежчик как бы из так называемого демократического лагеря был именно Шикуленко из БПП. Ну, как создавалось, так и посыпалось. Достаточно маленькая и хитрая самопомощь, значит, ну, она должна, наверное, быть фракция, маленькая и хитрая. Разделенная, что мне больше болит, прогрессивная так называемая общественность, усталая, которая хочет кушать, в том числе и Филатова. И самое, нет опоры, если было вот действительно ощущение опоры на критическую массу хороших, продвинутых людей, они устали, действительно, в Днепре. И в этом значительная вина, кстати, Филатова. И караул устал. Да, оттолкнули этих людей, иногда непродуманные заявлениями, единственные. Корбан сидящий, крупнейшие работодатели в нашем городе, которые там очень хотели, чтобы Вилкул победил, у них это не получилось. С помощью, прежде всего, города нашего, но которые могут, с которыми надо договориться, они действительно работодатели. Тормозить и усложнять здесь. Ответственность, что на Филатова сконцентрировано, обделается, уйдет небытию. Мы боимся власти регионалов, но так мы же такие... Это мы все про Эпифанцева говорим? Я объясняю вот это решение. Мы же такие, вроде, классные, субъектные, если что, скинем и Филатова, и Эпифанцева, и Регионалов, что нам? У нас уже есть опыт. Скинем? И Филатова, и Эпифанцева уже скинем три месяца. Нет, если мы же, как бы... Мы с Леной пока никого скинем, а не собираем. Короче говоря, не спешим умирать, как бы посмотрим. В любом случае, удачи городу, и не стоит спешить на всех ставить крест. Действительно, какие-то вещи надо не сгорячатым, а надо смотреть, как оно все будет. Я ничего, никого не уговариваю, не упрашиваю. Излагаю свой взгляд, почему было принято вот это пахучее, но отчасти драйвовое решение. Вообще, меньше надо говорить никогда, и никогда ни с кем не пойду там на сотрудничество. Меньше надо трындить. Ну и потом женщину власти, это совсем мало. Я просто хотел бы еще немножко в городской совет как бы вернуться, окунуться, потому что вот сейчас там проинициирована как бы городская сессия городского совета, и я, в общем, тоже за то, чтобы она продошла. Вот две небольшие, но очень такие сплоченные друг с другом фракции, это Самопомич и БПП, причем Самопомич уже начала играть более ведущую скрипку. Они, значит, подсобрали там достаточное количество подписей и, в общем, заявили о том, что, ну вот что-то там городская власть как бы, городская власть, это считается, ну, мэр и сотоварищи. Она вот как бы там не очень мычит, не очень терится, надо проводить сессию. На самом деле, ну, они вроде бы не знают, в чем дело. Я просто скажу, что на самом деле сессию, безусловно, проводить надо. А дело в том, что идут очень жесткие торги, ну, я говорю реальным, политическим, как бы местным языком, с товарищем Вилкулом, да, о том, все-таки, какой будет регламент, о том, кому какую комиссию отдадут и так далее. Ну, и Краснов, безусловно, ну, в общем, как бы... Ну, как это безусловно? Я думаю, что Краснов там как раз очень большой роль. Ну, фракция... Пять лет город без мэра привык жить, что решал секретарь горсовета. Понятно, понятно, понятно. Короче говоря, идут жесткие торги. И, в общем, до чего они доторгуются? Они, мы там, ну, меня уже пригласили вот в среду там поприсутствовать на обсуждение каких-то, значит, вот вариантов. Значит, потому что, ну, вот со старшим Вилкулом как бы договорились уже, да, там, как оказывается. В кривом роге. А здесь я понимаю, что, в общем-то, сейчас очень важно, ну, чтобы вот приняли регламент, приняли структуру и что там, и приняли вот по комиссиям. То есть вот эти вот три вещи для того, чтобы уже переходить к бюджетам. И, в общем, ну, реальный вариант – это когда это будет проголосовано, ну, единовременно, пакетом. Ну, хорошо бы, чтобы этот был пакет не на голову, ну, я имею в виду не на городского голову, а чтобы, в общем, этот пакет… Не на нашу с вами голову. Да, да, чтобы он дал возможность все-таки разблокировать ту ситуацию, которую мы сейчас имеем. Ну, вам дату уже называют. Когда вы там будете собираться? То что-то там год же высокостный, по-видимому, 29 февраля. Было 21-го, уже 29-го. Ну, скорее всего, да. А перед тем, как Елена Каленова скажет, что ей бесит, вот пишет, там, такое же надо читать, Сергей Левченко. Смотрю, доживем до понедельника, молодцы. И побольше про городские проблемы, о местных дерибанщиках, а не о событиях в мире. А вот есть у нас даже зрительский звонок. Давайте коротко послушаем. Человек ждет уже давно. Добрый вечер. Что готовы нам сказать? Добрый вечер. Здравствуйте. Слушаем. Я хочу обратить, ребята, на нонсенс. Хотят переименовать Непропетровск. Все, кто въезжает со стороны Воронцовки на мост, написано «Днепропетровск – европейское место». Так если это европейское место, на вещи его тогда переименовать. Для того, чтобы переименовать, надо нам дополнить. Днепропетровск – европейское место, ну, с зарплатами и пенсиями днепропетровскими. Да. Вот эти можно менять. А если на европейское место, зачем менять? Не занимаются людьми, пенсионерами, военными. Ничего. Люди идут, кто-то куда в войну. Спасибо. Поняли ваше мнение. Ну, очень многие люди против. Не знаю, большинство ли. И где тут обещанный референдум, который нам там как-то анонсировали. Вот комиссия Верховной Рады, она за нас все решит. Это же комиссия. 11 мая 2014 года в Донецке и Луганске. Значит, референдума. Что еще у нас? Ну, что еще? По переименованию. Вот очень хорошая такая новость, на мой взгляд, она такая идеологически хорошая. Это сегодня на сайте Министерства образования заявление министра образования Квита о том, что в школах теперь не нужно вешать портреты державных службов. Нужно вешать самих державных службов? Он рекомендует. Нужно повесить портреты исторических деятелей. Я так не считаю. Это не мое мнение, что нужно вешать людей. Мне очень нравится формулировка. Ради красного словца. Министр наконец понял, что это приводит к воспитанию подобострастия, чинопочитания и культу руководящих лиц. Правильно. А сегодня руководящее лицо, а завтра, кажется, может наоборот. Я просто хотел плавно перейти к теме Лукьяновского СИЗО. Потому что сейчас Верховная Рада и Министерство юстиции озаботились темой, что в Лукьяновском СИЗО очень плохие правила содержания заключенных. То есть, когда власть волнуется, что в тюрьме плохо содержат, это говорит о том, что власть, по-видимому, волнуется и о своем будущем. Поэтому Лукьяновское СИЗО, там 6 гектар земли в центре Киева, оно будет отдано кому-то частному, который найдет возможность построить хорошее, комфортабельное СИЗО уже на кольцевой дороге. А СИЗО супер. Там сидели братья Ленина и сестры. На самом деле в мире-то угрожающие события происходят. Вот экс-министра, премьер-министра Израиля таки посадили в тюрьму. Поэтому абсолютно здесь согласны. Ну не Лукьяновское СИЗО. Возьму Ленина, конечно, в свое место. Конечно, поэтому, в общем, надо строить хорошие тюрьмы. Или облагораживать старые, передавая их в частные руки. Коротко догонку творчества наших зрителей. Сергей Падалкин только что прислал особопомящее стих. Только нас не замечают. Мы видны лишь только в титрах. И за это нас прощают очень маленьких, но хитрых. Творчество наших телезрителей. Но в СИЗО можно писать письма. Все равно же, какое плохое и не было. Я прочитал тут на Медне, чужое письмо прочитал. Ну и не только я, вся страна прочитала. Они хорошо же читают чужие письма. А потому что это мой президент написал моему премьеру, моему генеральному прокурору и моему руководителю антикоррупционного бюро. И партнеру премьер-министра. Порошенко написал письмо про коррупцию. Я ценюку про коррупцию. Шокин, про коррупцию. Да он просто, там Порошенко, наш президент, тролль 80-го левела. С чувством юмора все чики-пики. Особенно шокин, но про бездеяльность. Он пишет. Важаю непринятную бездеяльность правоохоронных органов и керевництву уряду. Чекаю эффективной результативной реакции. Никто не мая права мати парасольку. И ключево, за что нам надо боротися, это довера грамотян. То есть нет парасолька. Вот в наше дождливое время, когда столько осадков, вот когда вот на душе, никто не имеет права зонтик. Столько на душе осадков. Никто не может быть, ну, типа, спотом, под зонтом. Ну, только Ахметов разве что, там, Бойко, Ефремов. Корбан вот не может, например. А, кстати же, этого Киреева же уволили. Там я не знаю, чего в этом больше, торопливость или жестокость. Это судебная реформа. Это судебная ошибка. Просто шокин на меня закончил. Вот, действительно, тут какой-то или Фрейд, или что-то инфернальное. Непонятно, вот, что он... Он, считай, не может, ну, не может никак он его бросить. Пропадет, дед, я не знаю, там сопьется. То есть не может он разбрасываться такими ценными стоп-кадрами. Поэтому разбрасываются заместителями. Сегодня заместитель его написал заявление. Ну, Саакашвили поедет в тур, значит, понятно, уверен, готов. Я не говорю, что это... Я не даю оценку. Я говорю, что поедет, как бы, в тур. А Шокин сказал, что это пиар. Ну, не Шокин лично, а в прокуратуре. Сказали, что в генпрокуратуре. А, кстати, зачем вообще Порошенко написал письмо? Он не мог смс-ку Шокину? Или на пейджер, в случае Шокина. А премьер-министр ему в Твиттере пишет, тоже замечательно. Они просто освоили современные... Молодцы. Я в заключение хочу сказать, что коррупцию мы, безусловно, победим. Может быть, не так медленнее, чем хотелось бы нам, но, в любом случае, быстрее, чем хотелось бы им. Ну, да. Я просто хочу сказать, что я читал, что в Румынии журналисты, которые расследовали какое-то большое коррупционное деяние там на большие деньги, получают 2%. Это хорошая тема. Я пошел в джай. Я пошел в джай. Очень хорошая. Главное, чтобы каналы не закрывали. Откуда теперь узнавать новости? Кстати, вот сейчас некоторым зрителям станет меньше источников, потому что Национальный совет запретил трансляцию в Украине 15 еще, 15 российских телеканалов. Это источники. Шансон ТВ в списке. Угу. Да, да. Ну, не знаю, совершенно секретно. Ну, радио это шансон. Совершенно секретно. Классный канал, кстати. Про радио ничего не знаю. Совершенно секретно. Я не знаю, почему Кухня ТВ попала в этот список. Потому что это кремлевская кухня, мы знаем. Наверное. Наука. Наука 2.0. Хороший канал. Я очень плохо знаю, что это за... Совершенно секретно нормальный канал. Моя планета, телекафе. Тебя это бесит? Нет, мне это не бесит. Совершенно я никогда не видела этих каналов. А может быть... Но я знаю, что зрители смотрят. Ну, я просто вот, если мы уже о России немножко заговорили, я понял, что, по-видимому, там все равно происходят какие-то глубинные изменения. Даже трудно вот как бы это оценить. Ну, вот, скажем-то, по инициативе священника Павла Калинина, значит, уже издается новая редакция. Ну, или не новая, я не знаю. Новая открытая редакция. Сказка о попе и работнике Балде. Знаете? Теперь называется сказка про купца Остолопа. То есть, и она начинается, что жил-был купец Остолоп. Лоб, значит, какой-то там лоб, да. Толоконный. Ну, не толоконный, а какой-то там осиновый лоб. Это было в старости. Вот, и, в общем, оказывается, что Пушкин-то, он все-таки был человек верующий, поэтому он бы это одобрил. И, в принципе, вот просто уже эту тему немножко духовную. Вот встречались же, ну, папа Франциск и Кирилл на Кубе. Они встретились и подписали там какие-то очень такие толерантные, значит, меморандумы, и наши вот даже у греко-католики они обиделись на папушу, дескать, он их там типа немножко... Так они до однополых браков... Знающие папу, люди говорят, что папа не так уж просто. А я думаю, что Кирилл его испугал, что они издадут жил-был ксен с там, осиновый нос. И просто они, по-видимому... Классно же звучало. Жил-был поп, толоконный лоб. Теперь будет жил-был купец, толоконный конец. Еще купцы все обидятся, да. Очень просит зрительница у нас 30 секунд буквально быстро. И у нас есть еще очень важная новость. Мы заканчиваем. Пожалуйста, добрый вечер. Очень быстренько мы вас слушаем. Добрый вечер. Здравствуйте. Ваша передача мне очень нравится. Я от нее просто в восторге. Это не входит 30 секунд. А теперь я хочу сказать, да, тюрьмы нужны специально для современной власти. И чем вы лучше их освоите, тем быстрее они туда пойдут. Проведите им еще и вай-фай. Мы-то за что? Кроме всего по мафам. Мафы нужны обязательно. Только они должны быть умно сделаны. Потому что очень много стариков, которые не могут ходить в супермаркеты за два квартала. Спасибо большое вам. Мы поняли. Ну, умно сделано должно быть много чего. А мы-то за что? Я не поняла только. Я понимаю, что у нас маленькая страничка культуры. Я просто хочу сказать... Давайте, потому что время... Мы вот с Женей, и не только Женей, там еще у нас было человек, наверное, 400, были на премьере спектакля «Самоубийца» в театре «Верим» по пьесе Эрдмана. Просто могу сказать, что это супер. И поэтому найдите время, пойдите и посмотрите. Это очень современно, это очень остро, это очень трогательно, это хорошо. Вместо просмотра российских телеканалов. Вообще, вооружение культурной жизни есть. Вот это действительно приятные новости. Мафы мафами, мифами, но есть вещи попрекраснее, повечнее. С 16 по 19 февраля, то есть завтра торжественное открытие, в городе будет проходить первый международный конкурс, фортепианный конкурс имени Шостаковича. Такое в нашем городе и вообще в Украине впервые, реально впервые, это не фейк, там председатель жюри Неса Сенкевич, штаты, Манхэттенская школа музыки, победитель конкурса Робинштейна, там члены жюри и музыкальные критики ведущие. Это без вот этих пальцев, там и понтов. Слушай, а вот эти пальцы? Да, вот эти пальцы. Будут мастер-классы, сольные концерты членов жюри. Предполагается 21 участник из конкурсантов из Украины, там Австрии, Германии, Франции и даже из Китая и Японии, и даже из Австралии. И даже не к ночи будет помянуто из России. Я крайне, то есть очень приглашаю всех. Это безход бесплатный. Супер, ну хороший вариант. Я хочу сказать, действительно, я очень рад, что в городе есть инициатор этого конкурса. Где пройдет и заканчиваем. Да, и очень рад, что реально поддержал Филатов в этом мутное время. Большой зал консерватории. Завтра в 19 часов открытие. В консерватории ничего поправлять не надо. Ну что, доживем до понедельника, увидим, посмотрим, послушаем. Настроение тревожное, возвышенное, как музыка Шостаковича. И главное, ничего не бесит уже, правда? Отлично. Доживем до понедельника. Спасибо за внимание. На сегодня все. Доживем до понедельника. Ну, доживем, конечно. Что нам остается-то? Доживем до понедельника.